Это легендарный боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar. Конечно же он не нуждается в представлении, но есть то, чего вы могли о нем не знать. Bayraktar TB2 это усовершенствованная версия Bayraktar TB1, тактический беспилотный летательный аппарат, предназначенный для наблюдения разведки, первоначально разработанный по заказу вооруженных сил Турции. Bayraktar TB2 имеет под крылом четыре точки погрузки для перевозки боеприпасов с лазерным наведением. В точке погрузки он может перевозить в общей сложности 150 килограмм полезной нагрузки. TB2 совершил свой первый полет в апреле 2014 года, но несмотря на свой относительно молодой возраст, этот БПЛА уже показал себя во время турецкой антитеррористической операции в Сирии «Щит Ефрата» в 2016 году. Операции «Оливковая ветвь» в 2018 году, операции «Весна мира» в 2019 году и операции «Весенний щит» в 2020 году. Bayraktar TB2 активно использовался в Ливии в 2019 и 2020 годах, где он поразил множество авиационной и наземной техники. Самую большую популярность турецкий БПЛА получил, пожалуй, по итогам Второй Карабахской войны в 2020 году. Президент Азербайджана Эль-Хамалиев заявил, что общий ущерб, нанесенный дроном Bayraktar TB2 армянским незаконным военным образованием, превысил 1 миллиард долларов. С апреля 2021 года Bayraktar начали использовать в Украине. Сперва его использовали для аэроразведки в Донецкой области. А с началом полномасштабного вторжения Bayraktar дал преимущество вооруженным силам Украины в аэроразведке и атаках с воздуха. Благодаря своей неуязвимости и высокой точности, Bayraktar стал очень популярен в Украине. Про него сочинили песню. Сегодня Bayraktar TB2 самый эффективный, а следовательно и популярный боевой БПЛА в мире. В Украине, Литве, Норвегии, Польше, Канаде и Латвии граждане жертвовали свои деньги, чтобы купить Bayraktar для вооруженных сил Украины. Сегодня этот БПЛА стоит на вооружении в Турции, Азербайджане, Украине, Катаре, Туркменистане, Кыргызстане, Пакистане, Польше, Марокко и некоторых африканских странах. Сколько стоит такое чудо техники? Естественно, цена варьируется в зависимости от модификации и объемов заказа. Однако, согласно данным из открытых источников, цена одного БПЛА Bayraktar TB2 составляет от 5 до 6 миллионов долларов. Но БПЛА не продают без станции управления, вооружения и обучения персонала. За комплект из шести беспилотников, двух мобильных наземных пунктов управления и комплекса вооружений, а также программ обучения операторов и инженеров, нужно заплатить от 30 до 70 миллионов долларов. Будут ли когда-то Bayraktar TB2 производить за пределами Турции? В апреле 2023 года Министерство обороны Азербайджана подписало договор с компанией Baykar о намерениях про совместное производство беспилотных летательных аппаратов. Каких именно, где именно и когда, пока не сообщалось. А вот в Украине строительство завода Baykar идет полным ходом. Уже есть участок земли, на котором начали строительство фабрики. В 2025 году там начнут производить Bayraktar TB2 и Akınji. Какое будущее у Bayraktar TB2 и когда будет готов Bayraktar TB3? Технический директор компании Baykar, Сильджук Bayraktar, заявил, что Bayraktar TB3 уже готов. И в октябре 2023 года он поднимется в небо с борта турецкого флагмана Анадулу. TB3 отличает от предшественника отечественное сердце. Турецкий турбодизельный мотор производства турецкой компании TUSAGE. Также у TB3 складывающиеся крылья и возможность садиться и взлетать с малых площадок кораблей. Подводя итоги, Bayraktar TB2 – это наиболее эффективный и результативный ударный БПЛА в мире. Но на TB2 история турецких дронов не заканчивается. Можно сказать, что это лишь начало. Компания Baykar уже создала БПЛА Bayraktar Akınji, который значительно больше TB2 и TB3. А также реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА Bayraktar Kızıl-Elima, который уже называют будущим военной авиации. Продолжение следует...